Ну, это как «я верю в Бога каждой религии». Ты веришь в Бога каждой религии? Да, все они являются различными проявлениями одного и того же Бога. Хорошо, но какова личность Бога? Например, у меня может быть представление о тебе, которое может быть неверным. Я могу предположить, что ты из определенного места, страны или откуда угодно, но это может быть неверным предположением, верно? Или у кого-то может быть другое предположение о тебе, верно? Но обладает ли Бог на самом деле личностью, в которой заключается абсолютная истина того, кем Он на самом деле является? Ну, я бы сказал, нет, либо все это, либо ничего из этого. Но это противоречие, ты согласен? Нет, потому что парадокс должен существовать так же, как мы можем сказать, что было начало. Да, ничего, если ты станешь напротив меня. Это нормально? Извини, ты сказал, парадокс должен существовать? Да, должен существовать парадокс, потому что мы не можем объяснить, как может быть начало. Хорошо. Что было до начала? Для нашего разума, для наших умов. Начало чего? Этого, всего этого. Хорошо. До начала было что-то вечное, которое является Создателем. Да, у него нет отправной точки. Да, но что существовало до этого? До этого не было, потому что он вечен. Так что, если ты вечен, у тебя нет начала. Но должно быть начало. Почему? Потому что... Ну, это парадокс. Но это предположение. Я бы сказал, если у всего должно быть начало, ничто не будет существовать. И причина очень проста. Потому что если у всего есть начало, тогда бы потребовалась внешняя вещь, чтобы привести это к существованию. Тогда у нас будет бесконечная цепочка вещей, которые приводят другие вещи к существованию, что является логической невозможностью. Бесконечная и вечная – это разные описания для одного и того же измерения. Хорошо. Итак, у тебя получается бесконечная и вечная и вездочущая. Хорошо. Так что оно знает всё и находится везде. Оно вне времени. Оно растворяет границы пространства. Так что это бесконечный парадокс. Мы не верим в последнее. Почему нет? Извини. Потому что мы верим, что когда ты создаёшь что-то, ты не находишься внутри этого. Ты отделён от него. Когда я делаю стул, я не нахожусь внутри стула. Я отделён от него. Отличен от него. Если Создатель существовал до Вселенной, то он уже отделён от неё. А затем он создал её. Но это также означает, что ты не отделён от Бога. Нет-нет, я сказал, что мы не верим, что Бог смешан со Вселенной. Я сказал, что Бог существовал до Вселенной. Затем он создал Вселенную. Вселенная не находится внутри Бога и не является Богом. Так что... Так что Вселенная не является Богом? Да. Но Вселенная является Богом. Но почему ты веришь в это? Это вопрос. Потому что она происходит из чего-то одного. Я приведу пример. Ты произошла от своей матери, но ты не твоя мать. Я произошел от своей матери, но я не моя мать. Ты можешь произойти из чего-то, но это не обязывает, что ты являешься этой вещью верно. Нет, я верю в что-то другое. Ладно, это нормально. У нас могут быть разногласия, нет проблем. Да-да. Но я думаю, фундаментальный вопрос должен быть таким. Как тебе узнать о Боге? Как ты узнаешь о Боге? Основано ли это на твоем собственном уме? Вот что я пытаюсь ему сказать. Потому что он сказал, что он верит во всех богов каждой религии. Ты веришь в одно и то же? Да, я верю во всех богов. Ты веришь в каждого бога каждой религии? Это как бы... Я не то, что следую или поклоняюсь каждому богу каждой религии. Но... Но я поклоняюсь одному. Я верю, что все они на самом деле говорят об одном и том же. Так, есть один бог или больше одного? Один. Так кто это? Иисус? Аллах? Яхве? Кришна? Все эти выражения одинаковы для бога. Нет-нет, но Иисус человек. Да, Аллах же не человек. Да, но они все боги, и ты бог. Извини, ты тоже бог. О, я не бог. Нет. Ты веришь, что ты бог? Я верю, что я бог. Ты можешь определить, что означает бог? Бог — это я есть. Но это просто утверждение. Каково определение слова «бог»? Кстати, ты буддист? Нет-нет. У тебя есть буддийское убеждение? Откуда ты взял эти идеи? Нет-нет, но как бы «я есть». Кто такой «я есть»? О каком «я есть» ты говоришь? Ты говоришь то, что в Библии? Мы не берем наши убеждения из Библии. Ты ссылаешься на утверждение в Ветхом Завете, связанное с Моисеем, где он спросил Бога о его личности в исходе, верно? Мы не христиане, верно? Так что мы не связаны с этим утверждением. Кстати, на иврите в оригинале не говорится «я есть». Когда ты говоришь тебе «но кто ты?» Забудь Бога на мгновение. Я Мухаммед. Приятно познакомиться. Мухаммед? Да. Если я возьму твое имя и изменю его, ты все еще будешь Мухаммедом? Если ты изменишь мое имя, ты изменишь мое имя, но мое имя мне дано не тобой. Мое имя дано мне не тобой. Так что ты не можешь изменить мое имя. Если твои родители сказали, что на самом деле есть... Если ты называешь меня как-то иначе, то это не я. Но ты не... Я Мухаммед. Нет-нет, Мухаммед – мое имя, которое идентифицирует меня. Смотри, есть нечто, называемое законом тождества. Например, сказать, что это бутылка, а это сумка. Это различие между двумя объектами. Если то, что ты говоришь, правда, это основано только на названии. Если я называю это сумкой, это не становится сумкой. Это все еще бутылка. Да, но это неправда. Верно, потому что я неправильно описываю что-то. Потому что это не то, что мы называем сумкой. Но вот это то, что мы называем сумкой. Так что это неправильная идентификация объекта. Хорошо, позволь мне спросить тебя. Это рука, которая указывает, где ты находишься. Я стою здесь, в этом месте. Ты можешь указать туда, где ты находишься? Что ты имеешь в виду, когда говоришь «указать туда, где я нахожусь»? Где ты находишься? Вот я. Я стою на полу. Ты здесь или ты здесь? Я здесь. Я указал на пол, так что это конкретное место. Так что если бы этого пола не было, тебя бы не было? Если бы этого пола не было, то я не мог бы стоять, потому что нет места. Но ты всё равно был бы. Где? Мне нужно существовать в пространстве, ведь я человек. Эта рука — это ты, да или нет? Эта рука — часть меня. Это не полностью я. Хорошо, кто полный ты? Полный я — это всё моё тело и моя душа. Так что если бы я забрал твои руки, то ты забрал бы часть меня. Но ты был бы там или ты был бы здесь? Я был бы здесь, и часть меня была бы там. Смотри, это очень просто. Я не знаю, почему для тебя это сложно. Нет-нет, я сказал, что я буду здесь. Мухаммед будет здесь, а часть, которая отделена от Мухаммеда, будет где-то ещё. Хорошо, так что если бы мы продолжали это делать? Хорошо. В какой части ты бы был? Я просто умру. Нет, но в какой части ты бы сказал, что это я? Как я тебе сказал, тело, в котором находится и обитает душа — это я. Хорошо. Так что это то, во что мы верим, как мусульмане. Как мусульмане мы верим, что тело является сосудом души. Душа — это твоя личность, а тело — это сосуд. Где бы ни обитала душа, там и я. Это очень просто. Так что эти части, которые ты отрежешь, просто части моих конечностей, моего физического тела, моё существование было бы там, где находится душа. Опять же, я верю, что это очень простые вещи. Я чувствую себя как... Ты чувствуешь... То есть ты являешься сосудом? Извини. В вашей религии? Да. Для чего тебе сосуд? Для чего мне сосуд? Да, как сосуд. Что происходит в твоём сосуде? Я существую. Я живу как человек. У меня есть желание. Я чувствую. Я знаю. Я учусь. Все эти вещи. По сути, все переживания, которые мы переживаем как люди. С какой целью? Как мусульмане мы верим, что мы находимся в этой жизни для испытания. Что это? Пройти испытания. То есть тест, проверку. Выберешь ли ты делать то, что хорошо, и это исходит от Бога. Что является другой темой, которую мы можем открыть, а именно мораль. Добро исходит от Бога. Поэтому испытание заключается в том, будем ли мы делать добро, или выберем наши собственные желания, и то, что мы чувствуем, и то, что научает дьявол. Как это узнать? Через откровение. И вот почему я спросил тебя о том, как ты можешь узнать о Боге. Потому что мы верим, что ты можешь узнать о Боге через откровение, в котором Бог рассказывает тебе о себе, а не через твои предположения о Нем. Как Он сообщает о себе? Через откровение. Он посылает людей, которых Он называл пророками и посланниками. Ты слышал об Иисусе, Моисее, Иной и Аврааме? Все они утверждали, что они являются пророками и посланниками от Бога. И все, что они говорили о Боге, было одинаковым. Если ты посмотришь на учение Иисуса, Иисус не говорил того, во что верят христиане, а именно Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. Он не учил этому. В Библии нет ничего подобного. Он говорил, что есть только один Создатель, достойный поклонения, и вы должны подчиняться Ему. И это то, чему учит Ислам. Моисей также говорил, что есть только один Создатель. Даже христиане признают это. Он не учил Троица. Авраам учил тому же. Давид учил тому же. Соломон учил тому же. Все они учили, что мы здесь в этой жизни. И есть определенные заповеди, которые мы должны подчиняться и следовать. Повеление Бога. Потому что Он создал нас для конкретной цели. Он единственный Создатель для достойного поклонения. Поэтому, когда кто-то говорит, что Иисус Бог, ты же веришь во всех богов всех религий. Это проблема. Потому что ты даешь титул Бога. Вот почему я спросил тебя определение Бога. Бог Всезнающий, Всеведующий и Всемогущий. Что ты и сказал. Да. Вот почему, когда ты называешь себя Богом, это проблема. Потому что ты не Всезнающий и не Всемогущий. Но твоя душа – это Бог. Нет, это неверно. Почему? Потому что твоя душа не Всезнающая и не Всемогущая. Как? Когда мы говорим «Бог», Бог не просто вечность, которая является пост-вечностью, которая относится к душе. Душа не является без начала и конца, длящейся вечно. Но у нее есть начало. Есть разница между этими вещами. Бог же вечный без начала и конца. Это первое. Вечность Бога независима. Наша вечность зависит от Бога, отдающего ее нам. Так что есть различия между вечностью, которой обладаем мы, и той, которой обладает Бог. И когда мы говорим «Бог», мы включаем все атрибуты. Всезнающий, Всемогущий, Милосердный, Создатель мира – все эти вещи. Поэтому, когда ты называешь что-либо еще Богом, это ошибочная идентификация этой вещи. Потому что все эти ложные идеи о богах не обладают всем тем, что мы называем Богом. Итак, позволь мне спросить тебя. Потому что если бы я хотел очеловечить свое определение Бога, Бог был бы любовью. Хорошо? Потому что любовь везде суща. Потому что она существует везде. Я не согласен. Я не верю, что Бог существует везде. Я не верю, что любовь существует везде. Существует ли любовь сейчас? Любовь – это атрибут или качество. Я скажу тебе кое-что интересное. Но существует ли любовь сейчас? Я отвечаю тебе, не волнуйся. Любовь – это атрибут. Атрибуты не существуют абстрактно. Я приведу тебе пример. Черный. Черный не существует абстрактно. Он должен быть объектом. Ты должен сказать, что это черная рубашка, черная машина. Он должен быть объектом. Или твоя цепь чёрная. Атрибуты не существуют абстрактно. Когда ты говоришь о любви, которая является абстрактным понятием, она существует внутри людей, которые обладают этим атрибутом любви. И Бог обладает этим атрибутом любви, что означает, что Он проявляет любовь. Вот почему то, что ты говоришь, не имеет смысла. Но я бы сказал, что невозможно, чтобы любовь не существовала. Я не говорю, что о любви не существует. Я говорю, что это атрибут. Любовь существовала всё время и везде. Нет-нет, то, что ты говоришь, что абстрактное понятие имеет собственную идентичность, что некорректно. Атрибуты не существуют в вакууме, как абстрактные понятия. Точно так же, как ненависть не существует абстрактно во всем мире. Но противоположность любви не ненависть. Нет-нет, я просто говорю о другом атрибуте. Любой, сила, знания, какой бы это атрибут ни был. Они не существуют везде, как ты утверждаешь о любви. Атрибуты существуют в существах. Где не существует любви? Где не существует любви? Скажем, камня. Где в камнях любовь? Ну, кто создал камни и почему? Как ты думаешь? Это отдельный вопрос. Нет-нет, подумай об этом. Если бы камни были созданы... Хорошо. Для чего это было? Ну, потому что Бог создал всё в мире для жизни человека. Хорошо, например, ты даже объясняешь всё это из-за любви, верно? Да, потому что я человек, который обладает атрибутом в любви. Поэтому я проявляю любовь. Но любовь не сущность. Ты никогда не можешь не обладать любовью. Нет, нет, я пытаюсь донести её. Это также зависит от того, как ты это видишь. Это имеет другой способ видения. Почему любовь видна в... Так что, когда он говорит, например, я никогда не смогу не проявлять любовь. Бог дал мне атрибут любви. И Бог, он обладает атрибутом любви. Он вселюбящий, или правильнее будет самый любящий. Он не вселюбящий, но самый любящий, верно? Так что Создатель также обладает атрибутом любви. Но то, что ты думаешь, то, как ты думаешь об этом, заключается в том, что любовь — это концепция, которая существует везде сама по себе. Что неверно. Ты не веришь, что это так? Нет, нет. Но именно поэтому нам нужно увеличить масштаб, где её нет. Вот почему я сказал «камень», например. То, что ты говоришь, я объясняю то, что ты говоришь. Ты говоришь, что камень — это следствие любви. Но это не значит, что любовь существует внутри камня. Это две разные вещи. Но это как бы... Какая часть является камнем? Это атомы внутри, или это камень? Это на земле. Знаешь, иногда ты усложняешь очень простые вещи. Нет, но дело в том, что это ты усложняешь вещи, когда я привожу... Когда? Когда я усложнил. Приведи пример. Хорошо, я приведу тебе пример. Очень просто. Любовь существует прямо сейчас. Ты ничего не можешь делать, кроме любви. Существует где? Сейчас. Где? Во всей энергии этого взаимодействия. Да. Она у тебя есть, я обладаю ей. И мы проявляем её друг к другу. Я не согласен с этим. Но как ты можешь не показывать любовь? Потому что в моём понимании Бог есть любовь. Ладно. Итак, любовь должна быть вездесущей, чтобы это было правдой, верно? Ладно. Потому что тогда мы соглашаемся, что это бесконечно. Любовь никогда не умирает. Мы не верим в это. Она вечная, и мы никогда не можем исчезнуть. Хорошо, так что я показываю тебе, что она не может не присутствовать прямо сейчас. Так что всё, что тебе нужно сделать, чтобы доказать, что это неправда... Хорошо. ...что любовь не существует прямо сейчас. Хорошо. Так что если кто-то придёт и начнёт бить кого-то посреди улицы, ни за что. Почему он бьёт его? Он злится на свой день, и ему не нравится, как он выглядит. Поэтому он идёт и бьёт его. Хорошо. Что его разозлило? Его жизнь, его собственный опыт, что-то произошло в его доме. Какая бы причина ни была, но он злится. Почему это должна его злить? Я не понимаю, к чему эти вопросы? Допустим, его жена рассталась с ним. Она украла все его деньги, и она забрала его машину. Всё. Поэтому он идёт и бьёт случайного человека на улице. Хорошо. Так что... Каким образом это любовь? Значит, он тот, кто испытывает отток любви, верно? Нет. Он переживает предательство и гнев, и многое другое из-за его жены. Потому что он живёт только ради любви. Он живёт не только ради любви. Нет. Так что, хорошо, позволь мне спросить тебя. Он пытается бить кого-то, чтобы чувствовать себя хуже, или чувствовать себя лучше? Ну, чтобы чувствовать себя лучше? Хорошо. Что такое лучше? Он почувствует облегчение. Но мой вопрос был... Нет-нет, но ты пропускаешь? Нет, я не пропускаю, и я спросил... Что означает облегчение? Облегчение от чего? Нет-нет, но при всём уважении я задал тебе один вопрос, который был... Является ли действие избиения любовью? Затем ты задал мне 10 вопросов, и я ответил... Как я избегаю твоего вопроса? Ты спросил меня, кто, почему он расстроен, кто это сделал? Я ответил на все твои вопросы. Но ты не ответил на мой один вопрос. Это действие, в котором он избивает рандомного человека. Это любовь? Это простой вопрос. Я говорю, что это не имеет смысла вне контекста любви. Потому что даже сценарий, который ты представил, почему он это делал, был ответом на любовь. Так что он это делает. Я не говорю, что это функциональный способ, но это любовь или нет. Он пытается найти функциональный способ любви, и в итоге оказывается дисфункциональным. Но это не имеет смысла. У тебя нет мотивации или каких-либо средств хотеть что-либо делать за пределами любви. Нестость твоих действий не имеет смысла, если ты уберешь любовь из-за ровнения. Следовательно, любовь везде суща. Я не согласен. Есть вещи, которые люди делают по другим причинам. Какая еще причина? Я назову тебе причины, как только ты ответишь на вопрос, который я задал. Избиение этого человека – это действие избиения невинного человека, который не несет ответственности за несчастье в его жизни. Это действие избиения. В этот момент происходит любовь или нет? Посмотри иначе. Ты не хочешь мне отвечать? Я скажу. Да. Ты просто не слушаешь, иначе ты просто упущешь это. Прошу. Так что, когда он избивает этого человека? Да. Что ты сказал, чтобы почувствовать что? Облегчение. Облегчение? Что такое облегчение? Облегчение – это просто чувствовать снятие стресса. И это все? Да. Облегчение от чего? Облегчение от стресса, который он испытывает. Или от предательства, который он испытал. Так что облегчение – это как бы чувствовать себя лучше, верно? Он чувствует облегчение. Хорошо, облегчение – это лучшее. Давай пойдем по твоему пути. Итак, хорошо, облегчение. Что такое чувствовать себя лучшее? Что это за чувство, когда приходит облегчение? Что приходит в этом облегчение? На что это похоже? Объясни облегчение. Это похоже на облегчение. Это бремя на твоих плечах ушло. Вот и всё. Ты больше не напряжён из-за стресса, который у тебя есть. Итак, хорошо. Итак, это облегчение, которое ты чувствуешь, верно? Итак, он совершает этот поступок, верно? Это не обязательно для другого человека. Потому что в этом контексте он хочет почувствовать это для себя. Любым возможным способом. То есть я имею в виду, я не говорю, что это функционально. Я не говорю, что, знаешь, любовь всегда направляет нас к лучшим действиям. Так что это любовь? Да, это любовь. Так что избиение случайного человека на улице на основе страданий и стресса, который ты испытал, это любовь. Я говорю, что это не имеет смысла, что... Я не думаю, что ты сам в это веришь. Я знаю это. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Хорошо, подумай об этом. Это облегчение, если бы ты ответил, он избил того человека на улице, чтобы почувствовать себя хуже. Да, это не имеет смысла. Но ты знаешь, что он делает это, чтобы почувствовать облегчение. Да, и я не вижу, что облегчение — это любовь. Я думаю, что ты смешиваешь термины. Ты называешь всё, что мы чувствуем — облегчение, счастье, наслаждение, что это любовь. Ты смешиваешь термины. Но всё, что мы делаем, движется к любви. Облегчение всего в одном шаге или несчастье, с которым он столкнулся, на один шаг ближе, он не дальше, чем... Так что сейчас ты меняешь свою позицию. Потому что прямо сейчас ты сказал, что любовь — это заключение или конечная цель. Если любовь — это мотивация, заключение или конечная цель, то это не процесс. Когда в процессе у тебя нет любви, пока ты не достигнешь этой конечной цели или процесса. Это означает, что нет любви, когда он избивает этого человека. Поэтому ты не можешь называть это любовью, если ты говоришь, что конечная цель для него — достичь любви. Я говорю, что... Это противоречиво. Нет-нет, я говорю, что любовь вездесуща. Создает ли это действие это... Мы идём по кругу. Что? Я просто говорю, что мы идём по кругу. Ты просто повторяешь то, что говорил ранее. Я думаю, что кто-то хочет твоей помощи. Нет-нет, всё в порядке. Там есть другие братья, если он хочет помощи. Вот, он говорит с ними, так что всё в порядке. То, что ты называешь облегчением, я называю любовью. Хорошо. Потому что облегчение — это всего лишь один путь. Может быть, одна ступенька на всём этом спектре к любви. Например, любовь, которую мы можем испытывать в своём теле, — это как экстаз, как чистая радость, как... Я просто пришла, потому что ты просто говоришь очень долго. Она говорит, что я говорю очень долго. Кстати, я уже говорил то, что ты только что сказал. Я не думаю, что ты услышал меня, когда я это сказал. Я сказал, что ты называешь любовью все остальные ощущения, что является неправильным определением этого. Ты называл облегчение любовью. Когда ты открываешь словарь, как мы общаемся как люди? Мы понимаем, что... Но это человеческое определение. Нет, но мы люди. Мы должны общаться на человеческом языке. Ты не можешь общаться на непонятном языке. Есть много способов. Мы должны начать делать это связанным для наших умов, чтобы мы могли понять любовь. Так что ты используешь человеческий язык. Конечно, мы должны, верно? Так что то, что я имел в виду, что мы используем человеческий язык, а слова имеют значение. Они имеют значение. И когда мы открываем словари, мы видим, что определение облегчения отличается от определения счастья, любви, от ненависти. Так что ты не можешь утверждать, что все есть любовь, просто потому что ты хочешь сказать, что любовь в виде суща. Потому что это только твоя вера. В мире существуют другие вещи. Есть ненависть, есть гнев, есть несчастье. Есть много чего. Я бы определил это как ненависть. Ранее ты сказал, что это не противоположность любви. Но это противоположность любви. Я бы определил это как противоположность любви. Это мое определение, хорошо? Есть много вещей, которые ты бы определил как противоположность другой вещи. Я бы сказал, что любовь... Знаешь, то, что делает любовь, она объединяет нас вместе как одно. Так что это то, что мы хотели как бы сказать. Хорошо. Так что по этой причине любовь — это многие вещи. Конечно, ты можешь говорить, что противоположность любви называется ненависть. Но также это может быть и страх. Потому что что делает страх? Он закрывает как бы моё сердце. Хорошо, конечно. Как-то так. Хорошо. Но ты сказала объединить нас в одно. Одно что? Это как бы гармония, ты имеешь в виду? Да, гармония, потому что мы все являемся частями... Хорошо. Ты мужчина, я женщина, мы отличаемся. Хорошо, да. Поэтому как бы мужчина и женщина, мы как пара вместе. Мы как бы что-то связанное. Хорошо, ладно. Я бы объяснил это таким образом. Ладно, так что я не спорю с этим. Но ты говоришь, что это последствия любви. С другой же стороны, он утверждает нечто совершенно иное. Он утверждает, что всё существующее есть любовь. И любовь существует во всём. Я с этим не согласен. Так что если ты говоришь, что эффект любви заключается в гармонии... Извини, ты хочешь что-то сказать? Да, он как бы хочет, чтобы все любили друг друга. Нет, я полагаю, у него другая позиция. Но ты должен как бы... Вне любви ни одно из наших действий не имеет контекста. Поэтому любовь везде суща. Но я не согласен. Но ты не должен думать об этом своей головой. Смотри, мы также делаем вещи из страха. Да, но страх – это отсутствие любви. Опять же, я не согласен. Нет, нет, вот в чём дело. Дело в твоих определениях. Например, я использую определения, которые использовались на протяжении всей истории человечества. Твои же определения – это придуманные тобой определения. В этом есть разница, хорошо? Если я открою случайный словарь, он не обязательно должен быть моим. Он определит, что счастье отличается от любви. И отличается от ненависти. Но мы не сделали... Мы не сделали этого. Мы не пришли к истине. Я говорю обо всей истории человечества. Да, но во всей истории человечества мы не пришли к истине. Я снова не согласен. Мы верим, что Бог дал нам откровение. И через это откровение он рассказал нам правду о мире. Дело в том, что это то, чего тебе не хватает. Мы говорим, что откровение – это истина, исходящая от Бога. Я не полагаюсь на свой собственный разум, который я могу использовать для формулирования аргументов. Но это не то, что я делаю. Я полагаюсь на откровение Бога, который всезнающий и самый мудрый. Он знает больше, чем я. Если Бог говорит мне... Я верю, что часть Бога присутствует в каждом из нас. Это заставляет нас любить созданием. Вопрос в том, почему ты веришь в то, во что веришь. Вот почему я начал разговор, говоря, я верю, основываясь на том, что Бог рассказал мне о себе. Потому что Бог знает себя больше, чем я. Разница в том, это не вера, потому что вера – это то, что у тебя есть при отсутствии знания. Когда ты знаешь что-то, ты получишь эту любовь, и ты увидишь... Я, например, знаю, что ислам – это истина. Я не просто верю, что ислам – это истина. Если ты используешь слово «вера» таким образом... Я уже много раз говорил это раньше. Я знаю, что ислам – это истина. Ты не знаешь, потому что это не было открыто тебе. Как ты узнал, что я не знаю? Потому что это не было открыто тебе. Откуда ты знаешь? Это было открыто кому-то другому, но ты полагаешься на их знания. Нет, я полагаюсь на знания, которыми я обладаю, благодаря своему исследованию, в котором я исследовал, было ли их утверждение истинным или нет. Исследование? Да-да. Ты не можешь узнать из исследования. Почему нет? Потому что это вера, это слова, это всё из царых рук. Исследование — это не вера. Исследование — это изучение доказательств. Это не вера. Я думаю, что то, что ты говоришь, для христиан — это откровение через Святого Духа. Но я не христианин. Да, но мы христиане. О, ладно, ладно. Она сказала, что она не христианка. Потому что это вообще не христианство. О чём бы они ни говорили, это определённо не христианство. Я всю жизнь говорил с христианами. Они не говорят подобного. Чего именно? Я имею в виду то, что Он говорит, например, убеждение, которое у Него есть. На самом деле, Иисус резонирует почти со всем, что я сказал. Если ты посмотришь внимательно, Царство Небесное было внутри Него. То, что Он говорит, это... Да, но всё, что ты говоришь, это интерпретация. Да, но всё, что ты говоришь, это также интерпретация. Интерпретация чего? Это англизированная версия Корана. Так что, по необходимости, это не истина. Потому что слова, которые у нас есть, не такие же, как в арабском. Нет-нет, но я знаю арабский язык. Я читаю на оригинальном арабском. Перевод не является источником. И все это знают. Но потому что мы можем перевести оригинальный арабский язык. Как Бог мог сделать это только для людей, которые говорят по-арабски? Но дело не в этом. Потому что ты можешь иметь перевод значения чего-либо и понимать его. Тебе не обязательно говорить на этом языке, чтобы понять это. Я верю, что Бог говорил ещё до языков. Это знание. Я верю в то же самое. Но Он должен не спосылать откровения на языке, потому что мы люди. Мы говорим на языке. Не обязательно. Как тогда Он будет общаться? Я могу знать что-то о тебе, и ты можешь знать что-то обо мне. И мы можем ничего не говорить. Нет-нет, как Бог может общаться с людьми, не используя язык? Через знания. Извини. Через энергию. Через знания. Нет, но где общение? Ты должен его чувствовать. Нет, но даже Святой Дух, согласно христианскому повествованию, давал слова Иоанну, Матфею, Марку и Луке. Это противоречит тому, поэтому я сказал, что то, что он говорит, это не совсем христианские вещи. На самом деле, это неправда. Все могут как бы... То есть христиане не верят, что написанные ими произведения были вдохновлены Святым Духом. На самом деле, если ты прочитаешь, например, Неополимую Купину и некоторые другие... Но это всё ещё слова. Их введения были переведены в слова. А также способ, которым даются знания, являются истинными. И это не просто христианская вера. Нет. Ладно. Но я не говорю как христианин. Я верю, что все религии содержат аспект истины. Мы верим, что ислам — это полная истина. Но ни одна из них не может быть полной истиной. Как это может быть? Ислам. Это как говорить о том, что Бог может вписаться в эту книгу. Конечно, он не может. Это недоразумение, когда думают, что полное откровение истины — это Бог, вписывающийся во что-то. Я думаю, что это недоразумение. Бог может открыть полную истину, связанную с тобой в Писании. Нет никаких проблем. Это всего лишь одна капля из океана. Мы согласны. Фактически, Аль-Хейдер и Моисей, Аль-Хейдер, который, как мы верим, также является пророком, который был с Моисеем. Однажды прилетела птица и взяла каплю из океана, и Хейдер сказал Моисею, что мои знания и твои знания подобны той капле в океане по сравнению со знаниями Бога. Так что, по сути, мы не говорим, что это все знания. Но мы говорим, что это вся истина, связанная с нами, связанная с людьми и нашей жизнью. То есть мы оба согласны. Мы оба согласны, что мы держим только каплю знания. То, что у нас есть, это то, что имеет отношение к нам. Нам не нужно полное знание. Мы не Бог. Мне не нужно знать вещи вне моей жизни и вне моего существования. Мне нужно знать только то, что является руководством для меня. Коран – это руководство для человечества. Истина, связанная с тем, что нам нужно знать. Как себя вести, как функционировать, что нужно делать, моральные аспекты жизни и все эти вещи. И Коран также содержит личность Бога, не основанная на предположениях, которые мы делаем. Поэтому, когда ты откроешь Коран, ты увидишь, что Он описывает Бога с помощью слов. Почему ты находишь свои предположения? Потому что это слова Бога. И слова Бога исходят из источника истины. Спасибо, мы прочитаем. Хорошо, читайте, нет проблем. Приятно было пообщаться. Спасибо.